Здравствуйте! В эфире телеканал Вектор, программа «Женские секреты». Вас приветствует Наталья Смолякова и Тинатин Аманканова. С самого детства в жизни девушек есть события, которым мы особенно готовимся. Тщательно и заблаговременно выбираем наряд, прическу, макияж, в целом продумываем образ. Наташа, а у тебя на каком торжестве было самое красивое платье? Я хорошо помню свой школьный выпускной наряд. Я была в бирюзовом платье прямого кроя с необычным вырезом, а сверху был жакет на одной пуговице. А я на своем школьном выпускном была в платье цвета металлик, длина миди, на бретельках и с небольшой драпировкой верхней части. Но сейчас мода на вечерние платья диктует совсем новые цвета и фасоны. А об этом как раз наш первый материал сегодняшнего выпуска. Вечерние платья, как правило, подбирают для наиболее существенных моментов в жизни. Их выбор требует продолжительного времени и особого внимания, чтобы выглядеть неотразимо. Какой длины должно быть идеальное платье для вечера? Первое место, естественно, занимают платья в пол. Они всегда востребованы, они универсальны. Поэтому в платье в пол вы будете выглядеть элегантно в любой обстановке. Многие девушки выбирают выпускное платье, платье Макси. Оно эффектное, каждый день его оденешь и хочется быть просто принцессой на балу. И, соответственно, платье Макси различных фасонов. Они могут быть с открытыми плечами, на дно плечо. Это греческий стиль. Также очень интересно смотрится, когда спина открыта. Или ампир, это под грудь отрезное, их пол. Оно удлиняет ноги и, конечно, незаметной она не будет. Если ваше событие, для которого вы выбираете наряд школьный выпускной, то вполне гармонично будет смотреться любая длина у платья. Не только Макси, но и Миди, и даже Мини, если в целом продумать образ. Короткие платья надо выбирать девушкам с длинными ногами, стройными, красивыми. И обязательно нужен каблук. Конечно, тогда придаст эту нарядность событию. При выборе платья для любого торжества важно учитывать особенности своей фигуры. Платья А силуэта прямого кроя, русалка, греческого стиля и другие фасоны помогут вам скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. А это обеспечит любой девушке комфорт и придаст чувство уверенности на протяжении всего вечера. Платья в стиле Ампир, излюбленная модель Жозефины, силуэт с высокой линией талии. Такой фасон сегодня номер один в способах коррекции фигуры. Необычный фасон подходит практически для любого типа фигуры. Платья Ампир, они очень актуальны в нынешнем сезоне. Так как не у всех девушек сильная талия, и не хочется подчеркивать ее недостатки. Ампир придает, именно удлиняет ноги, кому это надо, и делает ее такой элегантной, изящной девушкой. На выпускной вечер эксперты рекомендуют выбирать платья из струящихся, буквально невесомых тканей. Если хотите следовать модным тенденциям, то придется отказаться от бальных платьев с многоярусными юбками и кольцами. Девушка в платье из шифона очень элегантно себя чувствует, ей легко, и она подевичь и красива. Такие цвета, как пурпурный, нежно-голубой, молочный, всегда будут подчеркивать ее достоинства. Однако верх платья может быть украшен различными дополнениями. Здесь можете смело проявлять свою фантазию. Декоративные вставки из гипюра, нежная бисерная россыпь, жемчужные бусины или комбинации ткани с кружевом – все это станет отличным декором вашего вечернего наряда. Гипюр или кружево, и, конечно, очень красиво сочетается с легкими тканями, фатином. Это, например, пышная юбка, а верх гипюровый. И придает, опять же, вот эту нежность, изысканность, элегантность девушке. Теперь давайте поговорим о модных цветах для вечернего наряда. Дизайнеры со всего мира регулярно предлагают что-то новое. Что-то, что будет привлекать внимание и произведет неизгладимые впечатления. Но одновременно все стремятся к классике и элегантности, поскольку это продиктовано торжеством события, по которому надевается платье. Диапазон цветов и оттенков платьев в этом сезоне представляет огромное изобилие красок. Но помните, что самый модный цвет – это тот, что идеально идет вам. Выпускницам модельеры предлагают обратить внимание на нежную пастельную гамму приглушенной оттенки, которые будут отлично сочетаться с молодой кожей. Это все пастельные тона. Это нежно-персиковый, голубой, светло-серый, припыленный розовый, бирюзовый. Конечно, это тренды этого сезона. И лучше выбирать их, так как они девушку делают еще красивее, моложе, ярче. Она сияет, ее молодость только подчеркивается. Конечно, также и черные, и белые. Только черный цвет, конечно, надо быть с ним очень аккуратным в выборе фасона. Можно быть страурной или невестой, что может сделать белый цвет. Темные цвета, как правило, направлены на то, чтобы зрительно сделать фигуру стройнее. Длинное темное платье сделает девушку выше, что также необходимо учесть при выборе самого главного наряда этого летом. Платье свободного кроя светлого цвета способно скрыть худобу, поэтому отлично подойдет утонченным девушкам. Но, собираясь на торжество, помните, что цвет вашего платья, так же, как и стиль, должен подходить к месту события. Конечно, одно из самых важных для девушек, которые сейчас выбирают платье, не ошибиться, то есть не выбирать блестящие ткани. Они сейчас вообще не актуальны. Блеск, пайетки, много страз или... Это не про этот сезон. Сейчас нежность нужна и такая благородная припыленность, так называемая. Конечно, рюши, всевозможные оборки, сильные глубокие декольте, разрезы – это все не стоит. Старайтесь избегать грубых ошибок при выборе наряда. Прислушивайтесь к советам экспертов в области моды и красоты, и вы будете неотразимы в течение всего торжества. Подобрать образ на выпускной – задание не из легких, ведь так хочется, чтобы внимание окружающих было приковано именно к тебе. Современные выпускницы тратят немало времени на подготовку к предстоящему выпускному балу, заранее продумывая, в каком наряде они будут блистать, какую прическу выбрать и какой макияж сделать. Сегодня мы покажем вам один из видов макияжа на выпускной. Здравствуйте, меня зовут Софья. Сегодня я покажу вам, как сделать красивый выпускной макияж. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Дима Торзок ДимаTorzok Дима Торзок 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 Поэтому кожу необходимо как до, так и после обязательно увлажнять. Кроме бронзового загара и витамина D, который мы получаем при ультрафиолетовом излучении, солярий может нанести значительный вред вашему здоровью, если неправильно проходить процедуры. Самое страшное – это риск онкозаболеваний различных. Если, например, на теле находится большое количество родинок или хотя бы одна, но она достаточно крупная и требует внимания дополнительного, и если вы идете в солярий и не защищаете себя, то есть не прикрываете эту зону, это может вызвать хмаликнизацию данного новообразования и повлечь за собой уже рак, то есть меланому, именно рак кожи. Точно так же есть другие онкологические заболевания. При посещении солярия может возникнуть обострение, тем самым усугубить состояние всего организма. Поэтому, милые дамы, прежде чем гнаться за модой, удостоверьтесь, не нанесет ли это урон вашему организму. Помните, что красивое тело – это прежде всего здоровое тело. А сейчас, дорогие телезрители, время эфира нашей программы подошло к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими полезными советами или же задать вопросы, которые касаются красоты, моды и здоровья, пишите нам по адресу электронной почты, которую вы видите на своих экранах. А также оставляйте свои предложения на нашем сайте и в официальных группах телерадиокомпании «Вектор» в социальных сетях. Спасибо, что были с нами. До встречи на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова